Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас всех поздравляю с наступающими замечательными праздниками, новогодними, рождественскими. И вот мы с вами помним, что мы вступаем в 2017 год. Конечно, дата эта красивая, но дата эта нас заставляет задуматься о некоторых событиях. Дело в том, что 2017 год — это год столетия двух революций — февральской и октябрьской революции 1917 года. Время — это неоднозначное, и время, которое нас заставляет задуматься о некоторых итогах этого уходящего столетия. Вы знаете, для церкви этот век, прошедший XX век, был еще знаменателен тем, что мы пережили несколько серьезных потрясений. Во-первых, мы помним октябрьскую революцию, которая привела к тому, что многие храмы закрывались, многие священнослужители были репрессированы, ну а также мы подходим с вами к теме еще и Великой Отечественной войны, к теме возрождения церковной жизни в послевоенные годы, ну и, конечно, к теме возрождения церковной жизни в годы 90-е и по настоящее время, когда вновь мы открываем храмы, строим храмы, принимаем у себя в городах великие святыни, и сегодня можем спокойно, безбоязненно ходить в них, молиться в этих замечательных храмах. Для нас этот век ценен тем, что он привнес в церковную жизнь много имен святых угодников Божиих, которых мы именуем святыми мучениками, то есть людьми, которые, согласно русскому слову, мученики, претерпели некие страдания, были замучены, были расстреляны впоследствии, и впоследствии они были прославлены церковью как святые угодники Божии. Вот еще вот это слово мученик по-гречески звучит как мартис, на русский язык буквально переводится свидетель, в первую очередь свидетельствовали своей жизнью о своей вере, свидетельствовали о том, что им ничего не страшно, они не боятся даже самой смерти и готовы эту принять смерть и никогда не отрекутся от своей веры, веры в Господа нашего Иисуса Христа. И еще свидетели они, наверное, потому, что свидетельствовали об очень важном христианском догмате, о том, что смерти не существует, поэтому и не нужно ее вовсе бояться, какая бы она ни приходила, или мучительная, страшная, или, как многие из нас сегодня умирают от каких-то заболеваний, или в своей собственной смерти умирают, то есть во всяком случае бояться ее не стоит, и вот мученики нам об этом говорят, что смерти бояться не нужно. Вообще мы знаем, что существует очень много угодников Божиих, есть святые праведные, преподобные, есть бессребренники, те, кто лечил людей бесплатно, да, и так далее. Но среди всего сонно-святых вообще особое место святые отцы выделяли, в особое место всегда ставили святых мучеников, то есть святитель Иоанн Златоуз говорил, что святые мученики даже, по сути, являются выше ангелов, потому что они стали мучениками по своей доброй воле, не потому что их такими сотворил Бог, а потому что они сами захотели стать на этот страдальческий путь, на путь несения этого тяжкого креста. Как я говорил, Гомельщина обрела огромное количество святых мучеников. У нас очень много святых имен людей, верующих, священнослужителей, тех людей, которые трудились при храмах и были за это репрессированы. Эти святые люди сегодня весьма многими помнятся, вспоминаются, но среди этого огромного сонма людей есть угодники, которых церковь канонизировала, прославила велики святых. Сегодня в городе Гомеле проходит экспозиция, посвященная именно этим угодникам Божиим. На этой экспозиции представлены сведения о десяти таких угодниках Божиих, которые были канонизованы, были прославны велики святых. Сегодня мы знаем о многих далеких святых, мы сегодня, слава Богу, чтим память многих древних святых, но, к сожалению, почему-то никогда не интересуемся своей собственной историей и историей своего собственного народа. И тех святых, которые жили, трудились именно на нашей земле, были молитвенниками, заступниками на нашей земле. О таких святых мы сегодня, слава Богу, вспоминаем. Первым мучеником нашего гомельского региона это был священномученик Макарий Митрополит Киевский, который в 1497 году мученический скончался недалеко от города Мозыря, в деревне, которая сегодня имеет название Скрыгалов. Также мы здесь говорим на этой выставке, и, собственно говоря, напоминаем гомельчанам, о таких угодниках, как Божия, как священномученик Иоанн Пашин, бывший епископ Мозырский и Туровский, священномученик Митрофан Астраханский, первый епископ гомельский, который тоже прославлен великий святых, преподобномученик Серафим Жировицкий, который был в 1943 году настоятелем нашего Петропавловского собора, города Гомеля, также священноисповедник Михаил Новицкий, уроженец деревни Симоничи и Лельчицкого района, это священномученик Василий Измайлов, бывший преподаватель нашего Парического духовного училища в Светлогорском районе, Алексей Кратенков, бывший преподаватель в сельской церковной приходской школе в деревне Неглюбка Ветковского района, это священномученик Александр Саульский, уроженец Добружского района, это священномученик Алексей Лельчицкий, бывший настоятель храма в поселке Лельчицы. Вот все эти имена, это имена святых угодников Божиих, которые, опять же, относятся к нашему региону. Эти святые люди либо родились, как видите у нас здесь, на Гомельщине, либо трудились, несли свое священческое служение, опять же, здесь у нас на Гомельщине. Поэтому мне кажется, что сегодня нужно говорить об этих людях, и еще раз хотя бы напоминая самим себе о том, что святым нужно подражать, как говорит апостол Павел, подражать их жизни, смотреть на их добрые дела и стараться самим тоже как-то свою жизнь изменить, самим свою жизнь преобразить, сделать ее лучше. И, конечно, у святых мучеников нужно учиться любить так Бога, что даже не бояться расстаться с своей жизнью ради Него. И, конечно, учиться их вере в Бога, доверию Богу, и учиться тому, что они говорили, что смерти нет. Смерть — это лишь какой-то этап нашей жизни, который всем нам предстоит пройти. И, конечно, многие страдания, которые выпадают на нашу долю, какие-то болезни, какие-то скорби, все это нужно принимать как от руки Божией, потому что здесь, еще раз говорю, мы находимся только в школе, здесь мы только учимся жить по-настоящему, и Господь нас через разные перипетии ведет к вечной славе. Ну и, конечно, хотелось бы всем пожелать, чтобы в нашей жизни многие наши начинания удавались, и, конечно, не забывать про своих родных, святых, которые подвязались здесь рядышком с нами. И, конечно, обращались к ним со своими просьбами, со своими молитвами, и просили у них ходатайства перед нашим Владыкой Господом Иисусом Христом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok